Какие факторы влияют на репродуктивное здоровье женщины? Как подготовиться к беременности и для чего необходимо медицинское сопровождение беременности? Ответы на эти вопросы мы пытаемся найти сегодня в нашей студии. Здравствуйте, меня зовут Людмила Марченко, это программа «Качество жизни». Сегодня у нас в гостях Оксана Ивановна Земскова, акушер-гинеколог, заведующая консультативно-диагностическим отделением перинатального центра, главный внештатный специалист по охране репродуктивного здоровья женщин Министерства здравоохранения Тамбовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Ивановна, что влияет на репродуктивное здоровье женщины? Наверное, сначала мы определимся, что же такое репродуктивное здоровье женщины. Это состояние благополучия ее психологического фона, это состояние здоровья репродуктивной системы, то есть органов репродуктивной системы, это социальное благополучие. Когда все эти факторы хорошо влияют на женщину, то и хорошо протекает у нас беременность. Какие же факторы основные? Это образ жизни, который ведет женщина. Здесь имеет значение раннее начало половой жизни и частая смена половых партнеров. Также образ питания, то есть это злоупотребление какими-то вредными продуктами питания, это злоупотребление негативными веществами, такие как алкоголь, это табакокурение, это употребление наркотических препаратов. Большое влияние тоже в последнее время имеет и окружающая среда, это и почва, вода, загрязнение воздуха. Конечно, что больше имеет значение это состояние репродуктивной системы, то есть в каком плане. Если у женщины было в анамнезе незапланированной беременности, которую она прервала, это может оказать влияние на дальнейшее наступление беременности и на здоровье будущих детей. Есть ли какие-то нелеченные инфекционные процессы, это тоже сказывается в дальнейшем на состоянии ее здоровья. Это заболевания других органов. Поэтому мы призываем, если женщина планирует, например, беременность, то чтобы у нее была предгравидарная подготовка, когда женщина проходит полное обследование перед запланированной беременностью. Оксана Ивановна, считается, что очень часто есть мнение, вернее, врачей такое, что репродуктивное здоровье закладывается в раннем детстве родителей. Вот поясните, пожалуйста, что если у нас там какая-то была активная бурная молодость, а потом мы решили взять себя в руки и задумались о том, что мы должны произвести на свет здоровое потомство, что это не всегда может сработать? Вы знаете, репродуктивное здоровье даже не то, что у родителей закладывается будущих детей, а даже в предыдущем поколении бабушек и дедушек. Потому что сами яйцеклетки, из которых развивается будущее поколение, они заложились еще в бабушке. То есть мы отвечаем за три поколения вперед. И наш образ жизни как раз на это большое влияние оказывает. Вот смотрите, изначально девочка рождается с запасом яйцеклеток где-то 1-2 миллиона. К периоду наступления первой менструации их запас сокращается до 300 тысяч. Ежемесячно мы думаем, что мы тратим одну яйцеклетку в каждом менструальном цикле, но на самом деле их вступает в рост несколько и только одна завершает, то есть полное формирование происходит. Поэтому, например, если бурная молодость, незапланированные беременности, которые были прерваны, запас этих яйцеклеток он теряется. Плюс ко всему бурная молодость это частая смена партнеров, это злоупотребление алкоголем, курение. Все это наносит большой вред. Плюс ко всему изменяется также генетический состав. Например, курение также может повлиять и воздействие никотина на развитие яйцеклеток. Это плохие по качеству яйцеклетки будут. Следовательно, можно ожидать какой-либо патологии со стороны рождения детей. Инфекционные заболевания, они приводят, например, к тому, что, например, у женщины наступила беременность, но в анамнезе были какие-то инфекции. Это приведет к инфицированию плода, это может привести к потере беременности или к невынашиванию беременности. То есть от того, какой образ жизни ведет молодое поколение, зависит уже, скажем так, два поколения последующих. Все это негативное скажется со временем в любом случае. Я правильно понимаю, то, что девочка уже рождается с определенным запасом яйцеклеток, и они несут уже ту информацию, каким будет этот ребенок. И все внешние факторы, и внутренние факторы организма, которые мы оказываем на эти яйцеклетки, они также отразятся на нашем потомстве. Конечно. Поэтому это будет сказываться и в этом поколении, и в следующем. Вот эти все изменения, неблагоприятное воздействие окружающей среды, например, радиоактивное излучение, оно же сказывается потом в нескольких поколениях. И это имеет большое значение. То же самое, неправильный образ жизни, неправильное питание, злоупотребление вредными веществами, инфекционные, соматические заболевания. Все это скажется в дальнейшем. Как снизить все эти риски? Ну, в первую очередь, смотрите, так как девочка рождается, во-первых, нужно следить за здоровьем. А что это значит? Это своевременные профилактические осмотры. У маленьких девочек они проводятся в определенные сроки для того, чтобы исключить, например, патологию развития репродуктивной системы, какие-то воспалительные изменения. Это в месяц, в три года, затем в семь лет, и начиная с 14 лет проводятся уже ежегодные осмотры медицинскими работниками девочек, сейчас и мальчиков, для того, чтобы определить состояние их здоровья, общего соматического плюс репродуктивного. Если мы планируем беременность, то желательно, конечно, пройти полное обследование, то есть посмотреть общие анализы, то есть исключить, например, такие заболевания, как вирус иммунодефицит человека, исключить инфекции, передающиеся половым путем. Также, например, большое значение сейчас имеет это ожирение, которое приводит к изменению эндокринных желез, которые тоже могут вызывать различную патологию. Поэтому провести полное обследование желательно перед беременностью. Что было сделано, например, на территории Тамбовской области? У нас был введен сертификат молодоженов, который они получают при регистрации брака, и молодая пара может пройти обследование в прикрепленной женской консультации. Она пройдет врача-терапевта, врача-акушерогинеколога и врача-уролога. И сдадут определенный перечень анализов для того, чтобы исключить какую-либо патологию. Этот сертификат уже работает несколько лет, но именно в прикрепленных поликлиниках. Что позволяет? Если выясняется, какая-то есть патология у молодоженов, они что, им говорят, что пока вы должны подождать и не заводить детей? Слово, кстати, нехорошее, а они не задумываются о рождении детей. Нет, здесь, смотрите, проводится коррекция выявленных нарушений. Если это инфекционное заболевание, проводится полное лечение. Если это соматические заболевания, например, проводится коррекция веса. Если мы имеем дело с высоким давлением, подбирается определенная терапия, чтобы нормализовать это давление. То есть производится диагностика, затем лечение выявленной патологии, и затем уже планирование беременности. То есть это не откладывается, скажем так, в долгий ящик. Планируется в любом случае в ближайшее время. Как централизованно проверяют репродуктивное здоровье женщины? Есть какие-то определенные программы, скрининговые мероприятия? С этого года на территории Тамбовской области проводится большая скрининговая программа. Это диспансеризация женщин репродуктивного возраста. Это в обычные профилактические осмотры. При диспансеризации уделяется большое внимание именно репродуктивному здоровью. Если до этого мы больше обследовали женщин, то с этого года мы обследуем также мужчин. В чем это заключается? Первый этап диспансеризации. Когда женщина проходит осмотр врача-кушера-гинеколога, это обычный осмотр, осмотр молочных желез, внутренних и наружных половых органов, производится забор на инфекции. Если раньше производился забор только еще цитологического мазка, то в данном году, помимо цитологического мазка, мы производим также забор на инфекции, передающиеся половым путем. Раньше такого не было. Все это производится в рамках программы ОМС. То есть это бесплатно при обычном медицинском осмотре или диспансеризации. Плюс ко всему, если мы при первичном осмотре выявляем какую-либо патологию, то женщина направляется уже на второй этап диспансеризации, который включает в себя ультразвуковое исследование органов малого таза, ультразвуковое исследование молочных желез. У женщин от 30 до 49 лет исследуется вирус папиллом человека. И также в зависимости от выявленной патологии направляются еще к смежным специалистам. Здесь, если мы выявляем какие-то онкологические процессы, нас консультирует онколог. Если процессы, которые связаны с эндокринным нарушением, то это врач-эндокринолог, например, ожирение. Если изменения идут, например, инфекционные заболевания выявляются, особенно инфекции, передающиеся половым путем, то уже участие в диспансеризации принимают дерматовернирологи. Что же для мужчин у нас? Первичный осмотр проводится врачом-урологом или при его отсутствии врачом-хирургом, который имеет специализацию по урологии. И также производится заборная инфекция, передающаяся половым путем. Если выявляется какая-либо патология репродуктивной системы, то на втором этапе диспансеризации у мужчин исследуется спермограмма. Такого раньше не было. Я хочу подчеркнуть, что все это обследование проводится в рамках программы ОМС. То есть это бесплатно, по полюсу, обязательно медицинского страхования. Какой возраст считается оптимальным для рождения ребенка? И почему медики немножко сдвинули границы детородного возраста? Вы знаете, ну вот сказать, если по литературным данным считается, что самый оптимальный возраст это в 17 до 25. То есть уже полное состояние зрелости репродуктивной системы. И, скажем так, нет еще такого богатого запаса инфекционных заболеваний, соматической какой-либо патологии. Но мы живем в современном мире. Каждая женщина хочет получить образование, получить профессию, занять какую-то определенную должность. И поэтому вот этот возраст, он сдвигается. Скажем так, вот сейчас по Тамбовской области наступление первой беременности бывает где-то в возрасте 29 лет. То есть все-таки наши жительницы области чаще рожают, наверное, от 30 до 37 лет в этом возрасте. Скажете, почему? Потому что сложились так социальные обстоятельства. Вроде бы кажется, что высок риск каких-либо патологий. Но в любом случае женщины сейчас подходят очень рационально к этому. Они сначала проводят обследование, а потом уже планируют наступление беременности. Но тем не менее с точки зрения физиологии, с точки зрения медицины все-таки самый благоприятный период – это от 18 до 25 лет, когда организм женщины, как говорится, находится в самом расцвете. Считается, что медицина в вопросах женского здоровья ушла далеко, и прерванная беременность, первая беременность, она уже не равно бесплодию. Так ли это на самом деле? И чем это чревато для молодых женщин, которые так поступили? Ну вот вы знаете, любая прерванная беременность не пройдет бесследно для женщины. Во-первых, это психоэмоциональный стресс. В любом случае она будет переживать, даже если ей во время данной процедуры будет оказана помощь психолога, где-то у женщины будет чувство вины засадеянное. Но, с другой стороны, это еще наносит вред ее здоровью. Кажется, что да, медицина шагнула вперед, но в любом случае, если произведено хирургическое вмешательство, то есть хирургическим путем прервана беременность, то есть производится выскабливание, удаление плодного яйца, при этом может быть травматизация внутренней оболочки матки, так как удаляется эндометрия, можно повредить миометрию, среднюю оболочку матки. Это приведет к воспалительным изменениям. И порой первая прерванная беременность может оказаться единственной в жизни женщины. Вы сейчас мне скажете, но есть же медикаментозное прервание беременности. Здесь другой фактор играет роль. Это гормональный сбой в организме женщины. Он также отразится на ее состоянии здоровья. Да, стараются минимизировать все риски. Но то сказать, что прерванная беременность пройдет бесследно для организма женщины, просто невозможно. И, к сожалению, первая прерванная иногда оказывается единственной беременностью, которая была у женщины. То есть, несмотря на то, что медицина ушла далеко, все-таки женщина должна понимать степень ответственности за этот поступок. Почему важно наблюдать беременность практически с первых недель, с первого месяца, как женщина поняла, что ожидает ребенка? Значит, как только женщина узнает о том, что у нее наступила беременность, а это случается, когда начинается задержка менструации, у нее уже срок беременности 2-3 недели. Органы и системы начинают закладываться раньше. В этот момент уже формируется нервная трубка. И необходимы определенные, скажем так, лекарственные препараты, такие как фолиевая кислота, которые оказывают большое влияние на формирование нервной трубки плода. И поэтому, чем раньше женщина встанет на учет, она получит соответствующие рекомендации, пройдет соответственно обследование. Плюс ко всему, у нас имеются определенные скрининговые программы, которые проводятся во время беременности. Например, первый скрининг, он направленный на исключение хромосомной патологии, он проводится с 11 по 14 неделю. Он включает в себя ультразвуковое исследование плода, где мы исключаем грубые пороки развития плода. И также производится забор крови на хромосомную патологию. Но мы уже в течение 4 лет, помимо рисков хромосомной патологии, определяем риски развития осложнений беременности, такие как преклампсия, преждевременные роды, задержка роста плода. Поэтому, если женщина встает в своевременный учет, она проходит данную скрининговую программу, она исключает у себя какую-либо хромосомную патологию. Второй скрининговый срок, это у нас с 19 по 21 недели, здесь уже исключаются пороки развития при ультразвуковом проведении. Для чего важно своевременно все это сделать? Даже если мы выявляем патологию, мы сможем ее скорректировать, если женщина своевременно встала. Не мы, а медики сохраняют беременность врачей, и ребенка можно скорректировать его развитие, верно? Да, да. Единственное, что, конечно, если хромосомная патология, здесь мы уже не можем скорректировать, потому что это уже заложилось, но семья будет знать, что у них появится такой ребенок, они будут готовы к появлению данного ребенка. Плюс ко всему, мы проводим же общее обследование женщины, исключаем какую-либо соматическую патологию. Если будут выявлены заболевания других органов и систем, в своевременно будет назначена коррекция данного заболевания, и это не повлияет у нас на течение беременности. То есть даже имея какие-то риски и заболевания, женщина сможет выносить и родить старого малыша. Есть такое мнение, и наши мамы, бабушки всегда говорят, когда мы давным-давно ждали вас, и мы к врачу ходили как можно реже, и ничего, вы рождались крепкими, здоровыми. Почему сейчас необходимо наблюдаться чаще? И, по-моему, женщины ходят каждые две недели, да? Ну, сейчас даже, может быть, чуть пореже, но в любом случае чаще, чем раньше это было. Для чего все это делается? Чтобы, если уж появляются какие-то осложнения, ну, вы сами видите, что и факторы, которые влияют, это неправильное питание, неблагоприятная окружающая среда, их стало больше, скажем так. Поэтому здесь уже корректировка необходима, и поэтому более частое наблюдение. Плюс ко всему, все-таки бабушки, они рожали, скажем, в возрасте более раннем. Это было 19-20 лет. Сейчас же возраст женщин сдвигается, поэтому желательно более тщательное наблюдение за данными беременными. И поэтому приходится более часто посещать врача, кушера, гинеколога им. Оксана Ивановна, дополнительные скрининги, исследования – это платные процедуры, либо они также входят у нас в ОМС? Все сейчас наблюдения беременных, все обследования во время беременности, также дополнительные скрининговые ультразвуковые программы, скрининговые биохимические программы – все это входит в программу ОМС. Даже если мы выявляем риск какой-либо хромосомной патологии и назначаем инвазивную перинатальную диагностику, она также входит в программу ОМС. С 2018 года на территории Тамбовской области в связи с открытием перинатального центра мы начали проводить инвазивную диагностику. То есть мы производим забор ворсин хориона при риске хромосомной патологии и определяемся, есть у малыша хромосомная патология, или нет. Все это входит в программу обязательного медицинского страхования, то есть оказывается бесплатно. Оксана Ивановна, очень часто малыши появляются раньше положенного срока. Вот у нас есть, опять же, какие-то возможности у тамбовских медиков для того, чтобы помочь им набрать вес и развиться уже вне утробы мамы? Конечно же, хотелось, чтобы малыши все рождались вовремя, но бывает ряд обстоятельств, которые приводят к преждевременным родам. На территории Тамбовской областной детско-клинической больницы в перинатальном центре располагается отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где оказывается помощь именно таким малышам. Если требуется какая-либо реанимация, то есть малыш находится под интенсивным наблюдением. И в любом случае мы выхаживаем малышей, начиная с 500 грамм. То есть шансы для малыша в любом случае есть. И еще на территории Тамбовской области реализуется типовой пилотный проект «Репродуктивное здоровье женщины». Расскажите о нем. Ну, вы, наверное, знаете, что Тамбовская область наряду еще с двумя областями это Нижнегородская и Пензенская областями входят в пилотный проект по повышению рождаемости. И одним из направлений данного пилотного проекта является это сохранение репродуктивного здоровья женщин. Это своевременные профилактические осмотры, это диспансеризация углубленная женщина, в частности, по репродуктивному здоровью. Это совершенствование программы экстракорпорального оплодотворения, направления на данные программы. То есть все эти программы, они направлены на повышение рождаемости. Каким образом может женщина прийти на консультацию к таким медикам, для того, чтобы определить дальнейший путь, чтобы стать родителями? Если женщина просто планирует беременность, она может обратиться к врачу-акушеру-гинекологу в женскую консультацию по месту прикрепления. Также она может получить информацию о состоянии своего здоровья, когда она будет проходить профилактический осмотр или диспансеризацию. Сейчас женщинам репродуктивного возраста с 18 до 49 лет мы проводим скрининг. На состоянии их репродуктивного здоровья они заполняют определенную анкету. Если у них возникают какие-либо вопросы, врач-акушер-гинеколог всегда готов на них ответить. Но в любом случае беременность планирует не одна женщина, а пара. Поэтому всегда желательно, чтобы, если они планируют, они приходили совместно. Они приходят на прием к акушеру-гинекологу, он консультирует сначала женщину, затем беседы с мужем и направляет мужа или к урологу, или к андрологу в зависимости от выявленных проблем в паре. В любом случае не обязательно, если у них есть какие-то проблемы, обращаться. Если они просто планируют беременность, тоже желательно обратиться к врачу-акушеру-гинекологу. И еще такой вопрос. Многие ли мамы поддерживают грудное вскармливание? И вообще грудное вскармливание, насколько полезно это и для малыша, и для здоровья самой женщины? Вот знаете, с каждым годом все больше мам становятся сторонницами грудного вскармливания. Но какое это колоссальное польза для ребенка, это однозначно. Но, во-первых, это прикладывание к груди ребенка происходит еще в родильном зале, как только он появился на свет. Благодаря этому происходит обсеменение желудочно-кишечного тракта. Его заселяют микроорганизмы, которые потом участвуют в процессе пищеварения. Грудное вскармливание также является, скажем так, питательным для ребенка. Содержит оно все питательные вещества, микроэлементы, все, что необходимо для правильного развития ребенка, чтобы он вырос, развивался, для его здоровья. Весь иммунитет, который мама, скажем так, передает ему, все антитела, они будут сохранять его где-то до 4 месяцев жизни. Некоторые антитела до 2 лет. То есть эта заболеваемость детей также снижается на этом фоне. Но помимо того, что это для ребенка колоссальная польза, для мам еще, во-первых, это психоэмоционально положительная эмоция. То, что малыша в тот момент, когда мама его родила, кажется, что его отняли у нее, забрали. То он шевелился внутри нее. А здесь его возвращают, прикладывают к груди. Она чувствует тепло этого нежного маленького тельца. Она трогает его руками. Возникает связь, материнский инстинкт. То есть вот это вот чувство, скажем так, полноты этой жизни. Плюс ко всему считается, что грудное вскармливание, благодаря ему, мы проводим профилактику рака молочной железы. Также это удобно, скажем так, в социальном плане. То, что женщина ночью может проснуться и покормить ребенка грудью, а не разогревать или подогревать. Смесь готовить. Смесь это будет намного быстрее. Также женщина, благодаря грудному вскармливанию, она будет более мобильна. Она может поехать в отпуск вместе с ребенком, не боясь, что малыш там заразится какой-то инфекцией. Она даст ему не ту смесь или еще что-то. Плюс ко всему, малыш, благодаря грудному вскармливанию, он чувствует себя более уверенным в этой жизни. То есть, вот эта окруженная любовью мамы, именно которую она проявляет во время грудного вскармливания, это поможет ему в дальнейшем. Плюс ко всему, сам процесс грудного вскармливания, особенно после рождения ребенка, то есть первые сутки, ведет к тому, что в организме женщины вырабатывается окситоцин, который приводит к сокращению матки. То есть, те женщины, которые кормят детей сразу после рождения, они также быстрее восстанавливаются после родов. То есть, мы видим, что грудное вскармливание благоприятно как и для ребенка, так и для мамы. Сколько по времени должно продолжаться грудное вскармливание? Потому что, когда-то были одни нормы, потом они пересматривались, и даже, я не знаю, несколько лет назад был популярный такой, я не знаю, может быть, миф не миф, но ребенка, чем дольше кормишь грудью, тем полезнее для него. Вот вы как доктор, что бы посоветовали? самое оптимальное, это год-полтора. В дальнейшем, конечно, это на усмотрение родителей идет. Но самый оптимальный срок, это год. Потому что, когда еще организм женщины, скажем так, восстанавливается, плюс ко всему, в молоко поступают все необходимые питательные вещества и микроэлементы, и малыш все получает в полном объеме. После года, конечно, молоко уже не будет богато такими элементами, и будет, скажем так, не приносить такой большой пользы. Но в любом случае, психоэмоциональный контакт с ребенком, он сохраняется. В психоэмоциональном плане это будет более, скажем так, защищенный малыш. Поэтому каждая семья определяется сама. И в заключение нашей программы, какой бы совет вы дали молодым родителям, которые только планируют завести ребенка? Я бы хотела им посоветовать своевременно всегда проходить. Если они уже планируют ребенка, то сделать это правильно. Пройти полный комплекс обследования перед планированием ребенка, исключить какие-либо риски, чтобы их малыш был долгожданным и здоровым. Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в студии программы «Качество жизни» была Оксана Ивановна Земского, акушер-гинеколог, заведующая консультационно-диагностическим отделением перинатального центра и главный нештатный специалист по охране женского репродуктивного здоровья Министерства здравоохранения Тамбовской области. Мы говорили о репродуктивном здоровье женщины. Это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова